Всем привет, с вами Дикий Иерусалим. С одной стороны, полиция на этой неделе продолжала игнорировать многочисленные нарушения израильского суверенитета на Храмовой горе и постановление Верховного Суда Справедливости Израиля, сокращенно богатства, дав иорданскому вакфу беспрепятственно захватить и удерживать древнее здание ворот милосердия и устроить там еще одну мечеть. Здание ворот милосердия в прошлом было использовано для террористической деятельности, и поэтому суд Израиля постановил его закрыть, но иорданский вакф решил, что теперь там будут молиться с трупами за стеной, но о трупах в другой раз. В то же самое время полиция противозаконно задержала нескольких активистов организации «Студенты за Храмовую гору» только за то, что они посмели показать полицейским бумагу с постановлением Верховного Суда Справедливости Израиля, позволяющей евреям молиться на Храмовой горе, если это не угрожает общественной безопасности. Постановление суда было показано полицейским во время того, как маленькая группа евреев была на Храмовой горе под полицейским конвоем, разрешенной для посещения евреев часы. Получив однозначное заявление полицейских о том, что никакая опасность на тот момент никому не угрожает, активисты уведомили группу, которую они сопровождали, что согласно постановлению суда им разрешено немного помолиться, ну или просто постоять недолго, без того, чтобы их гнали как стадо баранов, как это обычно происходит. И за это они сразу же были схвачены полицией, выдворены с Храмовой горы под аплодисменты Иорданского вакфа, и только спустя пять часов незаконного содержания под стражей после допросов с угрозами и конфискации камер смельчаки были освобождены. Подытожим. Израиль это страна, соблюдающая равенство всех граждан, но не в своей столице, не в Иерусалиме, не на Храмовой горе. Здесь для одних нет закона, другие его не соблюдают, а третьих и вовсе арестовывают за то, что они пытаются напомнить о законе. С вами был Евгений, спасибо за просмотр, до встречи в Иерусалиме.